Научальный год начался, было принято решение о том, что для школ он начнется, как обычно, 1 сентября, с одной уговоркой о том, что органы местного самоуправления могут сами, на свое усмотрение, исходя из текущей эпидемической ситуации в своем регионе, закрыть те или иные школы, либо ограничить, скажем так, приказным порядком перевести их в онлайн, либо констатировать, например, о том, что школа не соблюдает какие-то эпидемические нормы, и поэтому должна быть переведена в онлайн, либо у самого руководства школы есть право обратиться за помощью к органам местного самоуправления. Но учебный год начался, и буквально вчера, нет, позавчера, 11 сентября, курирующий министр отвечал на вопросы относительно того, боится ли он того, что эпидемия разрастется, он ответил несколько раз, подчеркнул с таким, скажем так, довольно жестко о том, что по итогам 15-14 дней обучения было закрыто только 0,03% из всех школ, были либо частично закрыты, либо закрыты по просьбе самих, самого руководства школ, либо переведены в онлайн, в некоторых случаях из-за того, что туда пришли больные ученики, в некоторых случаях из-за того, что появились больные преподаватели, но эти случаи единичны. Больше примерно 38 тысяч различных учреждений, как школьных, так и дошкольных, и пока что это считается достаточно хорошим показателем, хотя, конечно, население и люди, особенно родители, очень скептично к этому относятся. Ситуация несколько свободнее, потому что министерство не выступало с огромным веером предложений. Предложение было общее о том, что в целом учебный год должен начаться 1 сентября, это был, конечно, момент и политической воли, но в дальнейшем была, скажем так, определенная часть ответственности переложена как на местное самоуправление, так и на местных санитарных инспекторов, которые должны были действовать исходя из текущей ситуации, из того, как она быстро меняется. В целом, вариантов было несколько. Первый вариант – это классический, все приходят в школу. Общий принцип такой, что ребенок приходит в школу в маске, доходит до своего места парты, парты разделены, парты в основном только одиночные, снимает маску, дальше учится без маски и потом ее одевает. Естественно, с минимизацией всей этой истории, потому что нельзя лишний раз ходить по коридорам, бегать, физкультура, если не ошибаюсь, проводится только на улице, если нет возможности проводить на улице, не проводится вообще, и так далее, и тому подобное. Второй вариант был – это онлайн, классический, понятный. Третий вариант предлагают некоторые школы – это снижение количества учеников в классах. Дело в том, что в Польше коротная рождаемость не маленькая, поэтому классы иногда бывают очень большими. У нас была норма до 36 учеников. Какова норма тогда в Польше? Тоже приблизительно такая же, да? Да, норма такая же, просто таких классов довольно много, и некоторые школы предлагают деление. То есть часть учеников, в основном, особенно тех, у кого, допустим, слабое здоровье, есть какие-то показания, либо родители в группе риска, они остаются дома и обучаются онлайн, допустим, на период 2 недели. Через 2 недели они имеют систему, кто отходил 2 недели в школу, и так далее, и тому подобное. То есть здесь простор для творчества довольно большой, потому что нет очень жестких регуляций, да? То есть вы должны выбрать что-то из этого. Возможно, есть какие-то еще более экзотические формы, потому что вариантов, возможно, множество, но основные такие. Продолжение следует... Продолжение следует...